Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 августа и я продолжаю дегустировать сорта томатов, которые у меня поспели. Сейчас я дегустирую, если раньше пробовали то, что поспело в теплице, теперь мы уже перешли в открытый грунт и я показываю, дегустирую томаты, которые поспели в открытом грунте. Вот сегодня у меня на дегустацию три сорта я выставила. Все, я их намыла, разложила, некоторые уже даже порезала для быстроты, чтобы время ваше не терять. Три сорта это розовая жемчужина, русские колокола и буян. Как вы видите, все они мелкоплодные, все они идеально подходят для консервации. В это время, в конце июля и в начале августа, еще можно захватить молодые зеленые огурчики, они еще не сильно подвержены заболеваниям, и можно делать ассорти вот с таких прекрасных сортов трехцветная, как я уже говорила, розовый цвет, красный и оранжевый, и делать с зелеными маленькими огурчиками. Получается восхитительно. Конечно, в первую очередь сейчас будем дегустировать русские колокола. Про них я часто говорила, показывала, как они растут в теплице, показывала, как они растут на улице. Сорты это очень удобные, неприхотливые томаты, которые очень рано спеют. Вы видите, что сейчас уже в открытом грунте они поспели, хотя начало августа и не все сорта дают нам спелые плоды в это время. Все, кто выписывали, у меня семена, они всем нравятся, они урожайные, они невысокие, с ними нет проблем, нагружены урожаем хорошо достаточно. Сейчас я для тех, кто ни разу не слышал о этом сорте, быстро расскажу. Это раннеспелый сорт для открытого грунта, пленочных теплиц. Период от сходов до плодоношения 100 дней. Плоды удлиненно-овальные, оранжевого цвета, плотные и хорошие лёжкости. Масса 90 грамм. Содержание в плодах бета-кератина в 5 раз больше, чем у красноплодных сортов. Идеален для потребления в свежем виде, особенно для детского диетического питания, пригоден для приготовления соков и консервантов. В консервации. Но это я прочитала то, что написано на пачках. Но пачка, к сожалению, она у меня давным-давно уже утеряна. И очень жаль, что вот такие урожайные, неприхотливые сорта, которые людям нравятся, в торговле встретишь очень редко. Вот многие люди с других регионов, с других городов, которым не хочет... Вот нужны только русские колокола, не будут же они делать у меня заказ из-за этих семян. Пытаются найти у себя в городе и не могут. Почему-то торговля завалена различными гибридами, импортными различными томатами, но всем чем угодно, только нехорошими, вот такими выносливыми, неприхотливыми томатами, сортами. Вот если, смотрите, если она в Сибири у меня поспела без всяких там, без выращивания в теплице, это значит, что сорт очень удобный для огородников, очень такой выгодный. Не надо ставить теплицу, не у всех возможность есть, есть возможность поставить теплицу. Он вырастает в земле, и почему бы не торговать именно такими сортами? Нет, вот его почему-то нет в продаже, очень редко. Но мужчина вот один нашел, сказал, что на пачке красные томаты. Я еще раз повторю, это та пачка и есть. Почему-то они были нарисованы красного цвета, но на самом деле они оранжевые. Ладно, начнем дегустировать. Конечно, все вы знаете, что оранжевые и желтые томаты, они у нас самые спелые, самые, ой, самые спелые, они у нас самые сладкие, потому что у них повышенное содержание и полезных веществ, и сахаров. Но и про него можно было бы и не говорить, что он сахаристый на изломе, что мякоть арбузная. Вот мелкозернистая вот эта мякоть говорит о том, что он сладкий и сахаристый. И как при каждой дегустации я говорю, что если бы он был водянистым, при разломе томата обязательно, неизбежно потек бы сок, и он бы весь истек соком. Эти томаты, они не истекают соком. Это значит, что у них большая часть, это вот именно мясо, а не сок и вода. Ну, мясо и семена. Сейчас попробую еще разрезать, вот так меня просят еще разрезание делать. Так, сейчас мы сделаем ему обрезание. Сначала повдоль обрежем. Так. Вот такой он. При таком разрезании. Сейчас еще разрежу, ой, поперек разрезал, сейчас еще разрежу повдоль. Ну, наверное, люди хотят посмотреть, нет ли вот этой белой штучки-то. Так, сейчас еще вот так. Нет, этого белого стерженька нет, это все вот мяско у него. На вкус он, я могу даже при вас сейчас его не есть, потому что я его уже наелась в этом году, мы и в теплице ели. На вкус он очень сладкий. Если взять плод вот такой недостаточно зрелый, то он будет немножко с кислинкой. Вот у меня недостаточно зрелый. Но для семян уже подходит, я же сейчас все их на семена, уйдут они у меня. Но если взять плод, который действительно хорошо вызрел, видите, есть разница. Вот такой, то он сладкий, медово-сладкий, тает во рту. Вот этот будет с кислинкой. И поэтому, если вы не дожидаетесь, не можете дождаться, когда плод дозреет вот до такого состояния, срываете вот, они висят, они, кажется, спелые. Вы сорвали, съели. Потом не обижайтесь и не обвиняйте торт, ой, сорт, что он кислый. Нужно именно дожидаться, когда он вот до такой, прям до биологической зрелости доспевает. Только тогда вы сможете почувствовать всю вот эту его прелесть, вот сладость, медовость. Вот обычно оранжевый, они как и с каким-то медовым оттенком. А вот такой, если вы скушаете, он будет, конечно, с кислинкой. Видите, какая разница. Но он тоже в огороде кажется спелым, если его не сравнить с более спелым. И многие люди вот такие срезают, съедают и говорят, ой, какая это кислятина. Нет, он не кислятина, дождитесь, когда он войдет в свою пару, когда он сахаров наберет достаточное количество. Все. Это был видеообзор сорта «Русские колокола». Даже не буду говорить, что он хороший, вы все это все видите по моим видеообзорам. Вот кто уже покупал у меня семена. Прекрасный сорт, низкорослый, неприхотливый, приспособлен к выращиванию в таких регионах с холодным климатом. Не только с холодным, а с каким-то скапризным климатом, вот как у нас, Сибирь, Урал, Дальний Восток. Возревает в открытом грунте, вот вам результат. Мясистый, сахаристый, чем не томат. Один из самых лучших сортов мелкоплодных. Все. Субтитры сделал DimaTorzok